Фантастика далеких миров стала реальностью для посетителей Искитимского музея. Новосибирский скульптор Игорь Шевченко научил свои шедевры двигаться, чувствовать музыку и светящимся взором наблюдать за людьми, которые пришли на них посмотреть. Винтажные бронзовые элементы причудливо переплелись с современными деталями из стали, никеля, серебра, меди и латуни в подвижных скульптурах Игоря Шевченко. Тяжелые металлы с его легкой руки перевоплотились в изящные и неповторимые джазовые композиции. Еще бы, мастер никогда не создает эскизов и зарисовок, только импровизирует. У меня так получилось, что рисую-то я всю жизнь, но не на профессиональном уровне. В армии служил, я работал художником, до этого работал стеклодувом. И как-то, ну это года три-четыре назад, мне попались в руки шестеренки. И вот я сидел, смотрел на них. Ну это как-то нравится мне такая. И вот получилась у меня работа. И знать я не знал, что есть такой стиль стимпанк. Пришел ко мне приятель и говорит, это стимпанк. В переводе с английского стим значит пар, а панк – бунтарь. То есть этот жанр отсылает нас в эпоху 18 века, когда люди чуть ли не обожествляли пар, дарующий движение машинам. Бунтарское же искусство предполагало создание чего-то невероятного, дерзкого, единственного в своем роде. Может быть, как раз на контрасте. Мне интересно из чего-то неживого сделать живое существо, наверное, поэтому. Но вообще, это все импровизация, это все джаз. Одними из первых на свет появились шершень и золотые рыбы. Дальше с опытом автор изготавливал все более сложные, высокопрофессиональные работы. И всего за три года создания фантастических скульптур из металла он уже достиг небывалого уровня мастерства. Это фантастика далеких миров. Я хочу сказать спасибо вам, Игорь, за то, что фантастика далеких миров сейчас такая близкая. По секрету скажу, пока мы устанавливали эту выставку, мы потрогали все. Потому что оно все живое, оно все шевелится. И пройти мимо, и не прикоснуться руками к фантастике было невозможно. Спасибо вам за такое счастье, за такую радость. За этот прыжок в детство, со скалы в какой-то иной мир. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что вы будете еще много-много всяких вот таких интересных что-то делать, к нам привозить. Ну, просто будете заезжать. Спасибо вам. Мы обязательно будем с вами продолжить. Обязательно. Спасибо. Ребята, ну у меня на самом деле это никакой не английский стимпанк, это наш сибирский, родной. Ну и вы видите у меня вот крокодил, вот это, обской крокодил. Уникальность скульптур в том, что несмотря на обилие мельчайших деталей, они не теряют своей целостной индивидуальности. Напротив, их хочется изучать еще более пристально, вникая в смысл, разгадывая природу материалов. Вот здесь вот видите, у нее вот и носик такой, и крылья так они, ну и задняя часть, филейная часть муки, она тоже. Ну здесь тоже использована бронза, сталь, стекло. Вот в глаза посмотрите, они вот так вот, если сможешь, они интересные такие, настоящие. Тематическая работа «Коррупция» заняла у мастера много времени на изготовление. Морда – кабана, тело – гиены, лапа – рассомахи, желудок, набитый купюрами, мощная спина из цепи. Есть и такие элементы, отгадать которые сразу не получается. Имей ее, коррупция, а ей мало денег, она хочет еще, и она готова атаковать. Вот именно такие страшные, мне кажется, они и есть. Ну вот у ней функциональ здесь не ахти какой-то, но вот рот во всяком случае… Только пастик. Не, да. Такая, видите, она у меня как у настоящей коррупции. Да. Зубы, кость слона, тоже медь, латунь, полимерная керамика, стекло. Вот стекло, вот кто отгадает, из чего сделаны глаза? Все вы знаете этот предмет, с детства, наверное. С детства? Вот, господа, это банки, которые ставят на стену. Переходя от экспоната к экспонату, Игорь Анатольевич изумлял публику, раскрывая секреты изготовления той или иной детали. Ларец с массивным замком на медных ножках от самовара XVIII века и с его же ручками для удобства переноски, весьма изящно и затейливо открывается нажатием всего лишь одной потайной кнопки. А сам он – ничто иное, как армейский ящик от боеприпасов. Тоже а-ля стилизованный сейф. Так, мне нравится, как там щелли. Жибр поделись. Нет, ну, господа, на самом деле, я открою вам тайну уже, да, но вы никому только, да? Смотрите, открывается он вот так. Видите, заклепка. Раз. По тайной такой, да? Да. Вот он. Нет, тут голову ломали. Гибкая, подвижная рыба-пила занимает особое место в экспозиции. Всё в ней пронзительно остро, фактурно-объёмно и функционально. Для удобства переносочки имеется ручка XVIII-XIX века. Ну, ещё, значит, у неё есть вот такой икромёт. Сейчас икра не будет лететь? Расправляйте на ручке. Чёртый, прекрасно. Ну, я не знаю, у пилы-то какая металлическая. Барабан с икрой – не что иное, как круглая щётка для укладки волос. А приводит её в действие механизм из старого телефона, где номер набирался на крутящемся диске. Ствол спинного мозга – вообще никелированный шланг от душа. Таким образом, автор умудряется сочетать изыск и роскошь старины с бросовым материалом. А вы знаете, везде хожу, присматриваю, сразу думаю, там, бываю на СТО, да, я автомобилист. Смотрю, какая-то цепь, какой-то ремень. Ну, думаю, вот это мой позвоночник мой, да, вот это вот там мои руки, лапы там для чего-то. Присматриваюсь. Ну и потом, в последнее время, езжу на блошинный рынок, покупаю там. Мне нравится, чтобы со смыслом, со временем были детали. Вот, например, в сундуке вот здесь вот ручки, ножки в сундуке, замок. Это все 18 век, то есть я целенаправленно покупал, старался создать такую старую обстановку. Одно из любимых творений мастера – саламандра. Поистине удивительное создание, которое вроде бы застыло, как хищник в ожидании добычи. Но она вовсе не маскируется, а смело демонстрирует свой яркий наряд. Кожа питона у ней, кость мамонта. Здесь есть еще такой функциональ. Здесь в голове стоит электрическая машина, да, вот смотрите. Сейчас на глаза. И солнечная батарея совершенно верно тут имеется. Но вот она вся разрядилась, очень тусклая. Вообще-то, если включаешь, очень тусклая горит, разрядилась. Но включаешь, когда язык поднимаешь, ее на солнце нужно поставить. Но здесь есть и USB-отверстие. А еще эта саламандра способна реагировать на музыку, улавливая в мелодии звучащего инструмента ноту ля, она отзывается на нее глубинным рычанием. Этим даром свое дитя также наделил Игорь Шевченко. Сначала неосознанно, а потом с радостью осознавая новую черту поведения ящерки. И так можно удивляться и радоваться от каждого отдельного экспоната и в целом от выставки. Спешите ее посетить до 26 октября. Потом она отправится в Москву и в Соединенные Штаты Америки. Мне кажется, что вся часть мужского населения города нашего должна посетить. Потому что, на мой взгляд, искусство понятно больше всего мужчинам. Не в том плане, что и женщинам оно непонятно, а в том плане, что мужчины очень быстро сообразят, что из чего и какие детали применены. Но я просто смотрю с восхищением. Потому что образы получились живые, интересные. Хочется потрогать. Я отметила уже, что автор показывал, как шевелится, как что нажимает. То есть прям хочется за ним повторить. Мне в принципе нравится. Это и скульптура, и искусство, и какого-то рода прикладное искусство. В общем-то, чувства из профессиональной точки зрения и с точки зрения зрителя положительные. Я еще не подметила, но слышала тут со стороны. Женщина очень восхитилась. Говорит, ой, надо же ситечки вместо глаз. Это такое типично женское. Да, не догадалась бы, что можно применить. Но я как художник бы догадалась, наверное. Потому что мы-то часто, конечно, какие-то совсем, в общем-то, не нужные никому вещи. Мы как художники применяем. Довольно необычные выставки в последнее время в музее проходят. И они, мне кажется, даже наиболее интересны. Обычно у нас проходят выставки такие, которые привлекают внимание в основном женщин. Женское население. Там прикладное искусство такое, что-нибудь нежное, красивое. Очень интересная выставка. И полезна мужчина всех возрастов. И от мальчика это развивает техническую мысль, техническую фантазию, свое представление мира и видение предметов. И может быть, даже кого-то натолкнул, кто-то что-то подумал. Очень интересно. А как девочку-то вас что удивило, порадовая? Как девочку красивые золотые краски. Вот зачем покрыто, прям очень красиво, эстетично все смотрится. И вообще блестящие детальки, это же как девочки все. То есть поражает с какой-то бомбой. Ну, дотошность, вот такое простое слово. Дотошность. Сделаны все экспламаты выставки. Каждая детальечка, все вычищено, все блестит, все на своем месте. Даже вот приглядываешься, как же там, куда что присоединяется. Незаметно, но действительно механизмы там на каких-то портах что-то прикручены. И все очень аккуратно, прям красиво, интересно, увлекательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!